Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Алена Сергеевна Курцер, заведующая отделением переливания крови Одинцовской областной больницы. Здравствуйте! Здравствуйте, Мария! Продолжаем говорить о донорстве. Алена Сергеевна, вот все-таки на сегодняшний день сколько у нас доноров в базе по Одинцовскому округу, а сколько рекомендовано ВОЗ? Вот сегодня хотелось бы поговорить именно об этом. Да, доноров у нас в базе, не то что даже в базе, а постоянных доноров в год, вот так мы будем исчислять, около 700 человек. ВОЗ рекомендует в основном для стран определенное количество, то есть это совершенно определенная цифра, 40 человек на 1000 населения. В принципе, мы можем экстраполировать эти данные на Одинцовский городской округ. Но этого не хватит! И сказать, да, то что вот по последним данным в 2019 году численность населения городского округа Одинцовского составляла 335 тысяч человек. И легко можно вычислить, что для округа нужное количество доноров составляет около 13 тысяч. А мы имеем, в свою очередь, всего лишь... Мини тысячи. Всего лишь, да. Это колоссальные цифры, да, несмотря на то, что огромная информационная политика, поддержка проводится, и вами проводятся и акции, и все. Как вы считаете, почему сегодня население так неохотно идет в донорство? Незнание, непонимание, недоверие, страх. Что мешает людям помочь другим людям? Ведь действительно в крови и ее компонентах нуждаются многие. Причем ежедневно 24 на 7, 365 дней в году. То есть вот даже если просто на минуту задуматься о том, что вот прямо сейчас нужна кровь, там первое положительное. И это ведь не просто слова, это действительно так. Да, это действительно так и есть. И почему люди вот настолько неотзывчивы, да, в наше время? Наверное. Ну да, наверное. Может быть, потому что не слышат, не знают, не сталкиваются с этой проблемой. Я еще как бы вот последнее время слышала, что есть, ну, имеет место быть какие-то вот, знаете, принципы устаревшие. Ну, типа того, что донорство у нас же исключительно за деньги. То есть люди приходят за деньгами. А как так прийти за деньгами? Это же, ну, что-то такое, нет, некрасиво, нехорошо это все. То есть вот, ну, какое-то вот, знаете, вот... То есть донорство – это равно помощь. Естественно. Вот, например, если говорить о том же Западе, да, у них это в порядке вещей. То есть люди даже не задумываются, зачем им это нужно, как, почему. То есть у них это вот как буквально там в магазин сходить. Пошел, сдал кровь. Причем, если мы, например, о своих донорах заботимся в большей степени об их здоровье, да, мы пытаемся его сохранить максимально. Мы его мониторируем, да, постоянно. То есть человек, когда к нам приходит, мы у него берем кровь. Сначала проверяем гемоглобин в обязательном порядке. Врач его, соответственно, осматривает, опрашивает, пульс давления меряет, да. И так происходит каждый раз, когда он приходит к нам. У нас выдерживаются... Сроки карантинные. Сроки между донациями в обязательном порядке. 60 дней между донациями цельной крови должны быть, да, то есть выполнены. Если говорить о Европе, у них и мультикомпонентное донорство, то есть когда человек сдает несколько доз, там, эритроцитов, вместе с плазмой, еще с чем-то, то есть вот это вот... У них, например, принято сдавать раз в две недели. Такое может быть по согласию именно, ну, как это правильно сказать, как они говорят, физишн, да, то есть врача, врача, который наблюдает тебя постоянно. Вот если он согласен, если он сказал... Если ты не против, то ты можешь, в общем, каждые две недели... Без проблем. Вместо похода в магазин идти сдать кровь. Именно так. Но они даже не задумываются об этом. Они идут и сдают. А у нас как-то вот какие-то устаревшие действительно принципы действуют. И почему-то нет такой взаимопомощи, нет понимания того, что для тебя, да, это тоже важно. То есть ты можешь попасть тоже в беду каждую секунду, и тебе понадобится эта кровь. А где она возьмется? Но самое ведь главное, когда в соцсетях появляются адресные призывы о помощи, помочь конкретному человеку, неважно кому вот здесь и сейчас, будет ли это ДТП или сложная операция, то ведь люди как-то мобилизуются, приходят и сдают кровь, и их действительно много. То есть вот как-то желание помочь здесь и сейчас сразу конкретному человеку, оно действительно на первом месте. А вот просто осознанно взять за правило и каждые два месяца сдавать кровь, это вот как-то еще не втянулись мы в этот режим. Да, наверное. И, кстати сказать, я думаю, что еще проблема в том, что люди не знают, что их кровь в любом случае поможет кому-то. А вот каким пациентам нужна кровь? Вот кто нуждается в крови и компонентах каждый день? Каждый день это в первую очередь гематологические больные. Кстати, хотелось бы отметить еще один момент. В Одинцовской областной больнице в скором будущем будет открыта детская гематология. То есть у нас возрастет потребность, причем порядком, в донорской крови. Потому что детки тоже, в общем-то, получают кровь, и фактически это на постоянной основе. Больные, например, с пластической анемией. То есть есть такое заболевание, когда костный мозг не вырабатывает клетки свои собственные. И в таком случае обязательно переливание компонентов в крови, то есть это эритроцит, содержащие компоненты. И иногда еще либо они вместе идут, либо не требуется тромбоцит, содержащие компоненты. Но эритроцит, содержащие, чаще всего. И причем сроки получения этих компонентов пациентами, они совершенно разные. То есть у кого-то, например, требуется раз в две недели, у кого-то раз в полгода и так далее. По несколько доз такое тоже возможно. То есть вот они наши основные пациенты, которые требуют переливания компонентов. Причем для них это жизненно необходимо. Не будет компонентов, они не смогут жить просто. Не смогут, как факт. Донорская кровь при этом, она незаменима. То есть не придумали еще пока замену для крови. Нельзя сделать синтетическую донорскую кровь. Нет. То есть это нельзя все-таки... Алена Сергеевна, вот вы отмечаете прирост молодежи в донорство? Или все-таки пока это все на такой ремиссии? Пока, наверное, все-таки прироста никакого нет. Я не наблюдаю. Нет еще пока понимания того, что вот оно нужно. Нужно приходить, нужно сдавать. Хотя, в принципе, если бы это было бы сразу молодежи с 18 лет, люди бы начинали сдавать это регулярно, понимая, что это необходимо. Вот как раз таки и полномерно мы бы подращивали ту армию доноров. Да, вы очень правильно говорите. То есть кто к нам, опять же, из молодежи очень часто приходит? Те люди, у которых в семье принято. Принято приходить и сдавать. Вот, например, буквально вчерашний случай. Мама привела дочку, у которой ей только-только фактически исполнилось 18 лет. Это практически как подарок на 18-летие. Сегодня ты станешь донором. Она прям вот захотела, захотела сама, изъявила желание прийти и помочь. Так же, как мама. То же самое мы, если будем говорить с вами о почетных донорах. У нас есть целые семьи, которые приходят, сдают. Сначала папы, мамы. Они получают это почетное действительно звание. Потом они сами тоже. Буквально недавно был случай, когда там папа, мама, значит, тоже почетные доноры. И вот недавно и сын тоже получил звание почетного донора. Ну здорово же. Это прекрасно. Да. Мы им очень гордимся. Тем более база такая есть, примеры такие есть. Самое главное здесь, конечно же, желание проявления гражданской позиции. И понимание того, что действительно вот эти малые, ну просто сдав 450 миллилитров крови, ты действительно можешь спасти чью-то жизнь. Это совершенно не громкие слова, которые пишут везде и всегда. И одна капля крови может спасти жизнь. Это действительно так. Это вот, да. Это не то, что там какие-то там фантазии, знаете, или как это, маркетинговый ход, да. Нет, это действительно так. Действительно, вот этот вот мешочек, да, 450 миллилитров, он может спасти три жизни, по сути. То есть, в принципе, одна донация, это спасенные три жизни. Да, то есть, с одной стороны, да. То есть, получается, что мы разделяем, да, на компоненты. Вот они, например, три компонента, да, тромбоциты, там, лейкоциты, эритроциты. И они фактически... Уходят по назначению. Да, да. Именно так. Есть областная станция прерывания крови, безусловно, с которой тесно сотрудничать и часто приезжает она на территорию, тоже проводят выездные, донорские акции, выездные дни. Ну, они вам помогают, если вдруг наш округ нуждается экстренно, вообще как-то вот вся эта система взаимодействует между собой, потому что, если уж с таким дефицитом доноров в округе, может случиться разная ситуация. Да, причем у нас идет как бы система такова, что по всему Подмосковью, да, мы стараемся друг другу помогать. Ну, если кто-то вот территориально далеко не расположен, уж совсем, да, потому что транспортировка – это тоже очень важный момент, который нужно там соблюдать, и температурные режимы, и так далее. То есть мы стараемся учреждения службы крови помогать друг другу. Московская областная станция переливания крови помогает нам фактически всегда. То есть если говорить, например, о таких компонентах, как тромбоциты, да, то есть тромбоцит, содержащие компоненты, то мы их всегда, без исключения, заказываем на Московской областной станции переливания крови. Поэтому, да, им тоже, у них есть тоже свой запас. То есть мы стараемся этот запас делать, они стараются этот запас делать. Здесь очень… Всегда на шаг впереди, да, всегда на такое обережение. Должны быть. Вот, собственно, как раз-таки мы с вами затронули тему, да, по рекомендациям ВОЗ, то, что должно быть 40 доноров на тысячу населения. Почему такая цифра? Потому что мы должны иметь запас для использования. То есть, например, есть какой-то там онкологический, допустим, больной, да, он поступает с гемоглобином 50, допустим, да, у него строго определенный, ну, там, группа крови резус-фактор и набор антигенов. То есть это должна быть полная совпадение. Какова вероятность, что у нас в запасах будет такое количество? Мало. Вот. В том-то себе дело. То есть запасы должны быть такие, чтобы мы могли помочь, действительно. И когда мы надеемся на наших врачей, да, они, конечно, молодцы, они стараются, и они герои, они спасают жизни ежедневно. Но им тоже нужно с чем-то работать. Им тоже нужно помогать. Вот, кстати, это как раз-таки тот самый пример, когда обычный простой человек без медицинского образования, совершенно работающий в другой сфере, совершенно никакого отношения не имеющий, может участвовать в процессе выздоровления или спасения жизни других людей. Как раз-таки посредством донации. Конечно. То есть все, что нужно, это только привести себя любимого в отделении переливания крови. Да, с паспортом. Пройти с паспортом. Заполнить анкету, пройти обследование, безусловно, клинический и осмотр доктора. И тогда спокойно прийти в зал для донации и отдать 450 миллилитров драгоценной крови, я вот прям подчеркиваю. Конечно, конечно, драгоценной. Я абсолютно с вами согласна. И, в принципе, если так подумать, то это не так уж и сложно, да, прийти и сдать. Тем более, что сама процедура, сама процедура составляет 7-10 минут. Это недолго, согласитесь. Нет. Это совершенно ничего по отношению к спасенной жизни и здоровью других людей. Поэтому, безусловно, сегодня нашим эфиром, нашей программой мы призываем всех жителей округа не отсиживаться, не игнорировать эту проблему. Просто запомните одну простую вещь. Мы не знаем, что с нами будет завтра. И беда может прийти в каждый дом и в каждую семью. И вот чтобы мы были всегда уверены, что у нас есть такой тыл. Да, и что нам действительно окажут помощь. И есть защита и поддержка, да, и нам окажут помощь, конечно же, приходите в отделение переливания крови. Сдавайте кровь, помогайте другим. Да, спасибо большое, Мария, что пригласили и осветили такую очень важную тему. Спасибо. Спасибо, Алёна Сергеевна. Ждём вас снова в студии. Обязательно. Спасибо. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите своё здоровье и здоровье своих близких. Становитесь донорами и сдавайте кровь в отделение переливания крови Одинцовской областной больницы. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»